Как вырастить яблоню? Даже начинающий садовод знает, как вырастить яблоню, потому что редкий участок на даче обходится без этих деревьев. Разнообразие сортов позволяет удовлетворить любые вкусы. Эта культура хорошо растет и в южных регионах, и на севере. А вот как вырастить яблоню непосредственно из семечка подскажут только опытные дачники. Будет ли плодоносить яблоня, выращенная из семечка? Иногда можно услышать, что яблоню вырастили из косточки. Такой способ хорош для развлечения, хоть он и достаточно долгий, потому как дерево в результате может не обладать сортовыми признаками. Понять, как будут выглядеть плоды, получится только лет через 10, так что если целью ставится скорейшее получение урожая, то данный метод не подойдет. Семечки яблок, что касается колоновидных яблонь, их семена даже не опыляются полноценно, не говоря уже о том, чтобы соответствовать сортовым признакам родительского растения. На заметку, данный вид плодовых деревьев отличается тем, что яблоки на них растут как на колонии, близко к стволу. В итоге яблоня семечка будет плодоносить следующим образом, дерево с сортовыми признаками и стабильным урожаем растения декоративного. Назначения плоды будут яркими, но невкусными, дичок, с маленькими плодами, подходящими только для домашних заготовок, яблочного варенья или компота. Садоводы с опытом осуществляют культивирование растка из семечка яблони, а затем прививают его к зрелому дереву. Тогда успех в наследовании сортовых признаков будет 80%. При вегетативном размножении, то есть такой прививке, яблоня получится крепкой и морозоустойчивой. В качестве подвой используют низкорослые сорта, серебряные копытцы, услады и подобные. Это впоследствии облегчает уход за деревом и сбор урожая. Яблоня таким образом при выращивании семян получают хороший материал для сортовой прививки или селекции новых сортов. В грунт обычно закладывают несколько косточек, это увеличивает шансы их прорастить. Важно! Для того, чтобы получить сильный крепкий, без сортовых признаков саженец, лучше использовать сорта антоновка обыкновенная, коричная, полосатая, а также китайкую или дикую яблоню. Гарантированно обладать сортовыми качествами будут яблони, полученные от родительского дерева такими способами разведения прикапывания побега. Однолетнюю ветвь весной прикапывают на глубину примерно 10 сантиметров и закрепляют колышком. Над землей должен возвышаться побег 35 сантиметров размером. Далее его поливают и чистят от сорняков. Спустя год саженец с хорошо развитыми корнями можно отделить, а осенью посадить на основное место. Затем производят обрезку веток, при этом длина побега вместе со стволом должна быть около 80 сантиметров. Когда саженец еще больше подрастет, рекомендуется удалить листья черенком. Черенкование надо взять сильную ветку возрастом до вторых лет и срезать на ней кору кольцом на ширину 5 сантиметров. Расстояние от верхушки должно быть примерно 15 сантиметров. Подготовленный участок ветви обрабатывают специальным средством, подойдет корнивен и оборачивают мхом или иным субстратом, способным впитывать воду. Затем сверху прикрывают пленкой. При выращивании дерева яблони и семян надо настроиться на то, что это непростой процесс и он не будет быстрым. Сеют сразу много семечек, чтобы потом отбраковать слабые всходы. Поскольку участок, как правило, не дает возможности посадить много деревьев, оставляют 2-3 самых сильных. Для успешного выращивания яблони семена надо тщательно отобрать. Посевной материал берется от больших и спелых плодов в начале осени. Совет. Лучше предпочесть яблоки с крайних веток, к ним поступало больше света и питательных веществ в процессе возревания. Сами семена должны быть крупными по размеру и темно-коричневыми по окрасу. Для получения всходов посевной материал подвергают стратификации, создании условий, близких к реальным, то есть холода. Перед этим их требуется хорошо промыть, обсушить и на 3 дня оставить в теплой воде, ежедневно сменяемой. Можно воспользоваться стимулятором эфин. Когда произойдет набухание семечек, их надо положить в смесь из влажного мха с опилками. Допустимо использовать также смесь опилок или торфа с песком. После этого семена ставят в холодный погреб или холодильник на 2-3 месяца. Против образования плесени можно положить в смесь уголь. Когда семена взойдут, берутся самые крепкие ростки и высаживаются в горшки на глубину примерно 2-3 см. Используется питательная почва для рассады, на дно помещают дренаж керамзит. Если в один контейнер помещают несколько саженцев, то выдерживают между ними расстояние 15-20 см, сколько потребуется точно, можно определить визуально, исходя из размера тары. Важно! При выращивании саженцев в теплице, там необходимо создать требуемый уровень освещения. Если не получится создать необходимые условия дома, то выращивание яблоней семечек производят в открытом грунте. Таким образом, потевной материал сажают непосредственно в землю, руководствуясь такими же правилами, как и при домашней посадке. Для того, чтобы растения перенесли зиму, их сажают в специальные емкости и помещают в теплицу. Следующей весной они уже готовы к высадке на постоянное место. Выбор и подготовка места для посадки. Поскольку яблоня живет долго и легко поменять местоположение растения не получится, к выбору участка надо отнестись ответственно. Бывает, что ошибки в определении места для яблоней обнаруживаются спустя несколько лет. Надо изучить климатические условия, состав почв и рельеф местности. Теплолюбивые растения в условиях средней полосы должны выращиваться на южной и юго-западной сторонах, избегая низких участков. В зонах с жарким климатом и засушливым летом посадка на южных сторонах, наоборот, нежелательно. Посадка яблоней состав почв тоже является определяющим фактором при выборе сорта яблони. Причем его рассматривают совместно с климатическими условиями. В районах, где стоит сухая и теплая погода, глинистые почвы вполне подойдут, а вот при холодном и дождливом лете деревья на таком грунте расти не будут. В таком случае рекомендуется почва песчаная, суписаная или легкосуглинистая. Грунтовые воды должны пролегать не более чем на 2-3 метра от поверхности. Также надо следить, чтобы вместе под посадку не было постоянного скопления влаги. Как посадить яблоню? Агротехника культуры предусматривает посадку яблони как весной, так и осенью, в конце апреля или в период со второй половины сентября до середины октября. На заметку, сажать дерево предпочтительнее осенью, потому как корневая система в таком случае успевает хорошо развиться. Пошаговая инструкция посадки саженца яблони. За месяц необходимо подготовить яму 60 см глубиной и шириной 120 см. Выкопанную землю перемешивают с органическими удобрениями, а нижний слой кладут отдельно из него. Впоследствии сформируют валик вокруг яблоневого деревца. По центру вкапывают небольшой колышек, выступающий над поверхностью земли примерно на 50 см. Яма засыпается грунтом, смешанным с подкормками и не трогает до момента посадки. Спустя месяц почва слегка сядет и в ней надо сделать углубление для корней саженца. Деревцы аккуратно помещают в яму, расправляя корни и подвязав его колышку мягким шпагатом. Надо следить, чтобы корневая шейка была над землей. Корни присыпают землей с удобрениями, встряхивая саженец для избежания образования пустот между корней. Затем почву слегка приминают. После яблоню надо обильно полить, а землю сверху присыпать перегноем. В дальнейшем правильный уход заключается в еженедельном поливе и проверке, чтобы шпагат не повредил кору ствола. Яблоню надо выращивать как и любое другое плодовое дерево, специфических особенностей здесь нет. Если сорт сильнорослый, колышек убирают через два года. Яблоко яблоня – уход и выращивание. Выращивание яблони подразумевает обработку против вредителей и болезней в качестве профилактической меры. Перед тем, как произойдет распускание почек, а затем при появлении бутонов плодовые деревья опрыскивают фунгицидами. Осенью стволы белят, чтобы защитить их от солнечных ожогов и грызунов. Если на дереве есть раны, их замазывают железным суриком. Полив в сухую погоду, полив саженцем крайне необходим. После сильных дождей требуется рыхление почвы, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Для этого достаточно в полуметре от ствола проткнуть землю ломиком на глубину не более 50 сантиметров. Можно использовать вилы, но не поворачивая их в сторону. В жару еженедельно по вечерам рекомендуется полив способом дождевания. Крона будет лучше разрастаться и очиститься от вредителей. Полив яблони и удобрения. Первая подкормка производится к концу апреля. Около дерева по кругу насыпают полкилограмма мочевины и навоз в количестве 10 ведер. Как только яблоня начинает цвести, приходит время для жидкой подкормки, мочевина, суперфосфат и сернокислый калий. Важно, чтобы погода при этом стояла сухая и теплая. Да и после внесения удобрения дерево лучше полить. В период плодоношения яблони нуждаются в подкормке нитрофоской с добавлением сухого гумата натрия. После сбора урожая, в конце осени, надо удобрить дерево суперфосфатом и сернокислым калием. Удобрение можно насыпать на землю рядом с яблоней и развести с водой для полива. Обрезка и формирование кроны строго до начала сокодвижения производят обрезку лишних ветвей. Весной эта процедура делается с целью омолодить дерево, убрав сухие поврежденные или неплодоносящие ветки. А также для придания кроне яблоней формы. Интересно, первая колоновидная яблоня образовалась путем случайной мутации и затем была размножена вегетативным способом. На следующую весну после посадки саженца пора заняться формированием кроны. Тип выбирается исходя из особенностей сорта и личных пожеланий. Процедура ее формирования занимает 5-6 лет, но в результате потраченных усилий дерево станет крепче и будет давать большие урожаи. Сбор урожая и подготовка к зиме в зависимости от сорта яблок сроки сбора урожая будут различными. Если высадить на участке несколько яблонь с разным сроком созревания, можно обеспечить себя плодами с середины лета до глубокой осени. О том, что яблоко созрело, говорит легкий отрыв от плодоножки и коричневый окрас семян. Сбор урожая яблок пока не наступили. Первые заморозки кора деревьев, частицы от мха или шайника, повреждения обрабатываются медным купоросом. Также яблоню осматривают на предмет вредителей и уничтожают их при наличии. Удаляют погибшие и поврежденные ветви, а ствол белят. После всех процедур почву под растением ощущают от мусора, перекапывают и делают мульчу из компоста. Если требуется усиленная защита от морозов, то стволы укрывают олем или ветками ели. При правильном уходе дерево будет хорошо зимовать и радовать урожаем ежегодно.